Согласно статистике, количество больных онкологическими заболеваниями в Украине с каждым годом увеличивается. Черноморск не является исключением. На сегодняшний день на учете в стационарном диспансере стоит около 2000 человек. А это значит, что рак выявляют у каждого 35-го. Данное заболевание делится на 4 стадии. Самая тяжелая стадия – это четвертая. Та стадия, когда человек не подлежит ни оперативному, ни лекарственному лечению. Только за 2016 год на четвертую стадию было взято 51 человек. О чем это говорит? Это говорит о несвоевременной диагностике и выявлении данного заболевания. Врачи отмечают, что причины возникновения раковых заболеваний хорошо известны. Это плохая экология, вредные привычки, нездоровая пища и генетические факторы. И если раньше онкозаболевания преимущественно диагностировали у пожилых людей, то сейчас им подвержены и молодые. Рак немножко молодеет. И какие формы рака характерны? Вот допустим до 18-23 года у женщин это болезнь Ходжкина, заболевание шейки матки. У молодых людей этого возраста это тоже заболевание лимфомы Ходжкина и рак яичек. У людей постарше 35 лет до 78, у мужчин рак легких, рак желудка, рак предстательной железы. А у женщин рак молочной железы, рак тела, шейки матки, яичников и заболевание кишечника. У людей старшего возраста, старше 75 лет, у женщин это рак кожи, у мужчин рак кожи, рак предстательной железы. Чаще поставленный диагноз не является приговором и шанс на выздоровление есть. Главное, как можно раньше выявить болезнь. В настоящее время заболевание рака это не приговор, если он выявлен на равных стадиях и установлен диагноз в первой-второй стадии. Лечение в такой стадии выживаемость до 98, до 100%. Соответственно, если выявлен во второй стадии, там 70%, третий, четвертый, конечно, процент выживаемости и дешевизны лечения. Наука не стоит на месте, и новые методы лечения, и оперативные, и химия, и радиотерапия. Допустим, у женщин, если раньше рак молочной железы был радикальным астектомией, женщины убирали полностью групп, сейчас органосохраняющие операции. Так как начальные стадии заболевания проходят без явных симптомов, выявить злокачественное образование можно с помощью своевременных осмотров и обследований. Мы просим всех жителей Черноморска ежегодно обращаться к семейным врачам в поликлинику ежегодно для прохождения флюорографии и органов грудной клетки. Для этих целей в поликлинике номер 1 создан кабинет 324, где можно проходить рентгенографию легких, и кабинет 303, где можно проходить флюорографию органов грудной клетки. Также на первом этаже есть кабинет номер 104, это мужской смотровой кабинет. И на четвертом этаже кабинет 407, где создан женский смотровой кабинет, где работают профессионалы высокого уровня, которые всегда могут помочь для ранней диагностики данного заболевания. Ежегодные осмотры позволят следить за собственным здоровьем и быстро реагировать на какого-либо рода отклонения. Не стоит забывать и о том, что первичной профилактикой раковых заболеваний является правильное питание, отказ от вредных привычек и физическая активность.